салют дамы и господа приветствую катаные кошечки с вами я метатроныч это анонс будет сейчас анонс большого теста большого теста на большой дистанции спонсором этого теста уступает компания датакам ребята делают видеорегистраторы а также начали производить радиостанции с некоторыми моделями мы ознакомились это было т-34 уквшная на семидесяточку а на теста будет участвовать тоже т-34 тоже уквшная но на двоечку вот такая вот станция с вот такой вот длинной антенной которая пришла собственно от компании датакам в количестве двух штук для того чтобы в этих тестах участвовать давайте взглянем взглянем заглянем внутрь может быть чем-то отличается комплектация хотя вот я одну станцию достал просто станцию до подключил антенну вроде ничем не отличается но дальше еще не смотрел даже вот заглушечку не ставил заодно глянем есть ли она там внутри ну и чё кого чё кого чё внутри если так все и хорошо к делу заодно расскажу про тест приступим значит в комплекте шло две антенны эти антенны предоставила сама компания датакам и вот здесь на антеннах как вы можете заметить немного видно что были надписи они были затерты и из торца также была видимо надпись была отклеена возникает вопрос чьи это антенны во первых то ну либо это сам датакам делает либо это какие-то покупные антенны насколько я понял из общения ребята делают антенны сами но возможно какие-то надписи у них имеются не знаю почему их затерли вообще без понятия антенны длиной где-то 34-35 сантиметров антенны друг от друга по длине также отличаются но как меня уверили антенны будут строить на двоечки что нам и нужно собственно нам нужно чтобы на 145 500 все работало все строила ладно одну убираем какая у нас не не распечатанная станция вот это по-моему уже распечатанная вот это не распечатанная так куда тебе давай в сторону заглянем заглянем внутрь внутри инструкции но это логично так и было ты 34 она собственно ничем особо не отличается от предыдущей модели которая и у а шефта вообще ничем только то что диапазон другой а так все также прекрасный приемничек все также все замечательно ладно сама станция станция без наклеечек наклеечки отдельно идут они там шли отдельно но уже было что-то наклеено на тех станциях две антенны в комплекте так но это вот для тех кто решит братья двойку вообще да эти там на тесты пришли а так двойка вообще значит одна антенна на 162 мегагерца двоечная 2 насколько а вторая на 150 мегагерц вот так вот друзья чтобы знали хорошо 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 так тут что ну зарядничек какие заряднички у них вообще классные классный тем что могут работать в стеках то есть несколько зарядников можно поставить один в другой и будет все великолепно можно не вынимать также зарядники показываться вольтаж и процент сколько зарядилась тоже великолепная вещь аккумулятор аккумулятор если я правильно посмотрел то здесь аккумулятор на 4 400 до 4 400 то есть очень емкий очень-очень большой как и в предыдущей модели с фонариком все как все все как и должно быть так хорошо закрываем а здесь собственно блок питания да ну а здесь блок питания конечно же конечно же две заглушечки очень приятно что и две потому что одну заглушечку можно потерять мягко говоря ну кто не терял заглушечки которые отворачиваются у меня постоянная вот потом долго очень еще и говорю нехорошие слова бывает подключишь тангенту пользуешься станцией а заглушечку где-то положила где уже и забыл поэтому очень хорошо что здесь две в комплекте это просто божественно все бы так делали заглушка ничего не стоит но найти похожую это просто мало мало реально ну темлячок хорошо это заглушка скорее всего да под этот я так понимаю или куда это по моему сюда помощь и даже ладно не суть важно клипса 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 пластиковая клипса пластиковая старой модификации в новой модификации они сделали ребра жесткости в старой модификации по моему ничего не сделали как как было так и осталось хорошо клипса переходничок если у вас есть несколько блоков питания то вы один подключаете в сеть питальник здесь 12 вольтовый на сколько сколько на ампер здесь дает ну до 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 2 ампер так вот если у вас несколько радиостанций вы просто один блок питания включаете в розетку чтобы розетки не занимать остальные подключаете вот здесь 12 вольт аут и следующий в ин блок питания ну и так их я не знаю там сколько можно пока у вас ампера ампера хватит все это дело заряжать вот собственно и вся комплектация она собственно точно такая же как и у предыдущих моделей которые мы тестировали тестировали на первом пример на семидесятки самое интересное во всем этом это тесты это тесты которые будут проходить тесты будут проходить на моем полигоне сейчас вот я них то и и расскажу ради чем и здесь сегодня и собрались на комплектацию глянуть это понятное дело но интереснее провести тесты тесты на полигоне тесты будут проводиться на вот эти вот антенны 35 сантиметровые 33 там одна чуть длиннее на сантиметр другая покороче антенны я так понимаю сами делают датакам овцы антенны вот так вот гнутся легко и мнутся делают но они занимаются ребята в общем безопасностью в частности для каких-то госорганизаций поэтому двоечка у них в наличии имеется двоечка профессионального форм-фактора то есть никаких экранов ничего лишнего нет включил и работа и это кстати вот благодаря благодаря вашим просьбам друзья то что вы просили метатроны расскажи про двоечку покажи как двоечка будет работать сделай более ну тест на более длинную дистанцию вообще у меня тест на полигоне пять с половиной километров вы знаете об этом почему пять с половиной километров я об этом рассказывал своем видео про то что почему мы тестируем на пять с половиной что за полигоны как все работает для у кого в конце говоря пять спорных километров это оптимальная дистанция для носимых операции на обычные маленькие антенки на коротенький но тут антенка по длине и дистанция извините мне 15 километров сказать что я как как он как вам объяснить это очень сильно позади согласиться на тесты на 15 километров это впервые на канале у меня я не знаю какой будет результат абсолютно не знаю справятся ли эти станции или нет знаю одно точно что датакамовцы сказали мы уверены в своей продукции мы уверены что у нас должно все получиться мы тебе присылаем две радиостанции на у к в на двоечку пожалуйста протестируй их на своем полигоне и выложи видео мы за то чтобы показывать как есть это редко случается по одной простой причине сейчас объясню как это работает обращаются различные компании кто-то производит радиостанции кто-то просто привозит да что что они хотят обычно обращаются менеджеры да они хотят что мы хотим будет продать радиостанции я говорю ну покупайте рекламу рекламу покупать никто не хочет все хотят якобы честный обзор но вот это так дела не делаются в общем но это это не по мне то есть деньги деньги конечно хорошо все все замечательно но деньги закончились а совесть она оставила себя до конца жизни мне так не нравится мне зрители дороже моя репутация дороже нежели я буду на вас обманывать например нет совершенно не интересно особенно учитывая что я ничего не продаю ну и сумма должна быть такая чтобы я пошел на какие-то нечестные тесты она просто фантастически настолько что предлагали сумму с шестью грубо говоря цифрами я отказывал то есть вот так вот даже если возможно будет семью цифрами вот может быть и там откажу в общем в реальной вселенной в этой никто мне такие суммы не предложит а те что предлагают мне не интересно мне моя репутация дороже поэтому все обзоры честные вот и пока что прецедентов таких не было и значит как это происходит любая любая компания обращается наград мы хотим чтобы та-та-та покажи наши радиостанции это очень часто те компании которые просто перемаркировывают свои радиостанции и очень редко компании которые но что-то сделали свое или где-то там поучаствовали чуть-чуть там свое или полностью свое вот те компании которые просто перемаркировывают они когда узнают что обзоры и тесты честные все на этом разговор у них заканчивается не 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 нам надо чтобы чтобы вот мы же платим за обзор обзоры платные да то есть мое время стоит денег как вы не крутите я думаю это все понимают вот они они говорят мы же платим а типа кто платит тот девушку и танцует нет друзья так не получится обзоры и тесты всегда честный вот они отказываются те компании которые что-то разрабатывают свое они говорят так окей ну можно сделать так ты сделаешь тест но показывать на ютюбе не будешь а покажешь нам я говорю можно но это называется закрытое бета тестирование вашей продукции да то есть каких-то опытных образцов говорю даю на это расценки это стоит совершенно иначе да то есть и мы работаем благо такие есть компании помог уже не одной в тех или иных продуктах не только в радиостанциях да вот датакамовцы же уверены что 15 километров осилим и этот тест знаменателен и лично лично для меня он ну не знаю как как вам объяснить это большой шаг большой шаг особенно для российской компании я не то чтобы там расхваливал какой-то такома офигенно если они как говорится на тестах облажают что вы это увидите я это увижу и все это увидят облажались так облажались да если не облажаются ну значит не облажаются но тем не менее сам факт того что ребята не боятся достоин уважения мало мало кто вот знаете мало кто очень очень мало кто и фонарном в тех же тестах на фонаре обзорах очень мало компании вот 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 вы мне пишите сделай обзор там на тот там или на то на ту или иную вещь вы пишите прям тем компаниям которые собственно продают это вот вы им пишите что слушайте уважаемая компания отправьте на обзоры тест вот ваш продукт метатрон еще и ссылочку на мой youtube давайте и все вот только так на них можно повлиять потому что когда они пишут сами они узнают что о блин ну честные тесты не мы хотим нечестные мы же деньги платим мы хотим чтобы все было только плюсы так не бывает но вот здесь как есть да то есть корпус все тот же все тот же самый возможно это я такой счастливый мне присылают самый первый корпус просто сейчас я так понимаю у них выходят новые корпуса более усиленные это первая радиостанция вообще у компании которая которая она выпустила она и на двоечку и на системе десятку все внутри одинаково супер гетер один аккумулятор 4 400 миллиампер в общем тесты мы на нее проводили в плане там емкость аккумулятора как долго держит и прочее 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 этим они ничем думаю отличаться не будут вообще никак вот единственное по антенне у меня небольшой этот вопрос который вначале озвучил почему стерто все это как бы и почему здесь оторвано несколько вариантов либо вот этот корпус да ну вот эта часть она от каких-то китайских антенн да а сама антенна они сами ее отрезают насколько нужно то есть настраивают и режут но на необходимую частоту чтобы была нужная ксв да это один один из вариантов он наиболее вероятен просто что у них нету корпуса без надписи второй вариант это 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 чья-то антенна просто они все это взяли затерли то есть я рассматриваю как этот так и другой вариант ну я думаю ребята сами из datacama прокомментируют мне этот момент и я уже тогда в обзоре расскажу тесты будут проходить самое ближайшее время поэтому друзья готовьтесь следите за каналом на 15 километров весьма прилично да а это на двойке это не на семидесятки но тем не менее и тем не менее даже на двойке 15 километров в моих условиях еще раз объясняю в моих условиях это очень сложный тест у кого-то может быть совершенно другие условия кто-то может выйти в чисто поле и у него отработает 20 километров дело не в этом дело в том что смешанные условия мы тестируем только на в общем видео про полигон у меня есть посмотрите его пожалуйста там все ваши вопросы а почему так а не так а почему мы так тестируем там все на все ваши вопросы есть ответы вот момент волнующие момент интересный момент перед новым годом и черт возьми это большой шаг и для канала потому что если тест пройдет если если на 15 километров мы будем иметь связь то это будет означать только то что остальные компании реально лажают реально лажают и реально боятся я надеюсь что они тоже увидев это наконец-то решаться протестировать и свои радиостанции вот такие вот такие вот дела друзья почему не на штатных антеннах ну друзья 15 километров я не уверен что и на этих то антеннах отработает я че я честно могу сказать у меня нет уверенности до стопроцентной чтобы я сказал о ну все да таком да сейчас все справится т-34 вообще без проблем станция хорошая да ну блин это 15 километров если на 15 работает мы на 20 поедет мы будем тестировать пока она не перестанет работать ну или по пока ее работа будет приемлемо если там все в шумах будет то естественно чё дальше то ехать смысла но 15 километров мы с них и начнем с 15 все те кто хотел большие тесты все те кто говорил дайте нам большие радиостанции мы хотим на двойку вот и двойка и 15 километров и все это в самое ближайшее время на канале у метатроны можете только попкорном запасаться и ну я не знаю как еще объяснить то можете подумывать делать ставки то есть отработает не отработает у меня знаете вот 50 на 50 у меня нет там чтобы я сказал там ну 90 процентов что все это я не уверен что там очень сложные условия там господи там с автомобилкой то и другой совершенно мощностью работать очень очень сложно там 25 ватт если дуть это очень это земли понимаете это не какая-то стационарная базовая антенна это не какая-то автомобильная антенна это просто земли будут две станции на земле то есть вот так вот одна в руках и 2 грубо говоря посмотрим в общем в общем будем будем посмотреть еще раз спасибо компании датакам ребят помимо радиостанции еще делают различные видеорегистраторы которые очень рулят и педалят многие другие видеорегистраторы но у них знаете у них все стоит дорого но с другой стороны качественные вещи дешево стоить тоже не могут а здесь все выполнено на хорошем уровне по радиостанции могут точно сказать выполнено очень хорошо но это первая радиостанция и все недостатки которые я нашел компания уже учитывает и в новой версии я надеюсь мы будем работать вместе с компанией над новой версией что-то что-то будет изменяться всяком случае они приняли этого внимание поблагодарили что я думаю это нам будет на плюс понимаете я хочу сделать радиостанцию для нас с вами для зрителей чтобы это было и качественно и по цене приемлемо и была какая-то уверенность и надежность и пока что из российских компаний я не знаю никого кроме датакама на данный момент может еще кто то есть вы объявитесь и напишите мне что вот вы там тоже есть никого не знаю кроме датакама который может это осуществить и может это осуществить действительно на качественном уровне на этом все встретимся на тестах ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал проведите остаток своей жизни с пользой всех с наступающим новым годом хорошего настроения побольше снега поменьше проблем и чтобы как говорится тепленького или горяченького глинтвейна да возле камина да и вот так вот чтобы все и было круглый год а с вами был я метатрон начали или гром до скорых встреч на тестах пока пока а а а а